Мы привыкли к великому сожалению не просто потому, что век инфантильный, а нас научили так, нам удобно так жить. Ежели я существую в детском саду, то значит я живу так, чтобы меня не заругала воспитательница. В школе я уже в результате не для того, чтобы получить знания, а чтобы получить пятерку. В институте я не буду писать так, как я думаю, я буду писать так, как думает педагог. Я говорю специально, сужая и обостряя ситуацию, для того, чтобы получить хороший диплом и хорошо распределиться. Потому что, чтобы не вступить ни в какой конфликт с этим педагогом. Даже если я про себя или там в кулуарах думаю, что этот педагог уже гроша ломаного не стоит. И пошел в педагогику только потому, что ему не удалось стать в своей профессии кем-то. Я буду это говорить, но сам я уже так, и значит уже мой организм к этому привык. Потом я себя начинаю так же вести на работе, в лаборатории. И мы тем самым настолько забиваем в себе самостоятельность, настолько забиваем в себе собственное мнение, мышление. А иногда трудно, иногда опасно, иногда чревато. Вот так вот встать и сказать то, что я действительно сегодня думаю. Я могу сам заблуждаться, может быть я не прав, я же еще не знаю. Я же... Может лучше промолчать да просидеть тихонько. А потом выйти покурить и опять обсудить и похохотать. А вот как решиться все-таки это сказать? Как испытать хотя бы раз в жизни, кусать ночью подушку и считать себя подонком только за то, что я промолчал, за то, что я побоялся, за то, что я пошел по легкому пути? Чем мы вообще, как я понимаю, отличаемся, не знаю, там, от животного? Собака чудный, ну я не знаю, чудное произведение природы. Друг человека. И вот ее, если сильно кормить, она будет вам лизать руки. Если ей один раз вмазать по заднице ремнем, она тогда будет вас сильно бояться. И если ей сказать фас, она кинется на человека, с которым не очень знакомо. И может быть на хорошего человека. А может быть даже на ребенка. А может быть не важно на кого, потому что фас сказал тот, который... И вот как в любой ситуации, тем более в экстремальной, тем более когда никто тебя не видит, который, так могли бы осудить, какой он там герой. А когда вот он сам перед собой, он не имеет права, потому что он именно человек, а не животное. У него две ноги, а не четыре. И у него есть какие-то понятия, которые он не может предать, которые называются честь, совесть и так далее, и так далее. И вот как этот человек находит себе мужество, когда ему предлагаются все, что угодно, чтобы жить хорошо. По крайней мере жить. Переступить через это и не отступиться ни секунды от себя. Я думаю, сегодня это бесконечно современно и важно. И этот пример с генералом Дмитрием Михайловичем Курбышевым, он для нас тем более важен, потому что он, как мне кажется, должен пробудить в нас, пускай хотя бы начало, но того, той битве с инфантильностью, которая заполоняет сегодня наши умы. Спасибо. Спасибо.